Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я вам хочу рассказать про свои фавориты и разочарования сентября. В основном здесь будут фавориты, я буду хвалить косметику, но также здесь будут три средства, которые мне не понравились и которые испортили мне настроение в этом месяце. Так что если тебе интересно, то обязательно продолжай смотреть это видео. И начать это видео я хочу с карандашей для глаз. Я этой осенью почему-то безумно полюбила делать верхнюю межресничку и верхнюю слизистую коричневым карандашом, а также делать линию тоненькую на верхнем веке и ее растушевывать. Получается очень красивый эффект такой коричневой дымки, взгляд становится более томным и более выразительным. В общем смотрится просто безумно классно. И для этого я себе приобрела два вот таких вот карандаша, которые сейчас просто не выпускаю из рук. Первый карандаш это вот такой вот карандаш от Evelyn. У него с одной стороны есть спонжик, которым можно растушевывать карандаш, а с другой стороны находится сам карандаш. Карандаш очень красивый, коричневый, он очень пластичный, он мягкий, он не царапает слизистую и совершенно на ней не ощущается. Красивый оттенок, который не сразу застывает, его можно успеть растушевать, с ним можно успеть как-то поиграться, например, оттянуть стрелочку или просто растушевать линию. В общем, безумно удобно. Есть только один минус у этого карандаша, который заключается в том, что вот эта вот штучка, из которой выдвигается карандаш, сам грифель, она очень такая шаткая. И когда вы рисуете что-то на глазах, иногда бывает ситуация, что этот грифель берет и вот так вот прячется обратно в карандаш. Второй карандаш, который мне тоже понравился для этих целей, это вот такой вот карандаш от Art Deco. Оттеночки я подпишу, кстати, в инфобоксе. У него уже нет спонжика, здесь есть только вот этот карандаш, он тоже безумно мягкий, приятный, он пластичный, вы знаете, вот он наносится как какое-то маслице, просто совершенно невесомо, легко и безумно красиво. Этот оттенок, он более шоколадный, также у Art Deco есть оттенок тоже коричневый, но он более графитовый, такой коричнево-серый, более холодный. В общем, красивый тоже есть оттенок, очень легко тушуется, отлично держится на верхней межресничке и срезистой, в общем, просто огонь, а не карандаши. Мне очень нравится. Также этой осенью я для себя открыла коричневые туши, я приобрела себе вот такую тушь Cabaret Premier от Vivienne Sabo, именно в коричневом оттенке. Она сегодня нанесена у меня на глазах и она смотрится просто обалденно. Я сейчас использую эту тушь буквально ежедневно, она настолько классная, она дает настолько красивый, нежный эффект, это, ну, просто не передайте словами. Я думала раньше то, что коричневая тушь делает ресницы какие-то, знаете, незаметными, какими-то неинтересными, но оказывается то, что она также удлиняет ресницы, она также делает их очень красивыми, но при этом, знаете, эффект чуть более естественный и в сочетании с какими-то такими, знаете, коричневыми полупрозрачными тенями, это становится просто безумно красиво. Это становится очень, знаете, такой полупрозрачный, дымчатый макияж, немножечко в стиле Charlotte Tilbury и, в общем, это просто очень классно. Также этой осенью я очень активно пользуюсь вот этой вот кистью от EcoTools. Я ее недавно уже показывала в видео про iHerb, поставлю здесь ссылочку, кто не видел. Эта кисть просто потрясающая, я с тех пор просто не выпускаю ее из рук. Она так классно наносит бронзер, она так классно наносит пудру, она так классно наносит румяна, в общем, она наносит абсолютно все очень хорошо. У нее такой удобный размер, который вот сюда вот поставил кисть и все, скула у вас, считай, уже готова. Вот так вот ее поставил, вот так вот провел, все, считай, румяна у вас готова. И то же самое вы проделываете с пудрой. Я ее уже несколько раз мыла, с ней ничего не случилось и я от нее в восторге. Она просто мега многофункциональная и очень полезная. Так что если у вас все еще нет какой-то, знаете, такой одной кисти для всего, или если вы собираете только максимально полезные кисти, чтобы их было у вас как можно меньше, но как можно более такие работающие, то это ваш вариант. И раз уж мы упомянули бронзеры, покажу сразу же бронзер, которым я больше всего пользовалась в этом месяце. И это, конечно же, моя новенькая палеточка от Charlotte Tilbury в оттенке Light. Здесь, получается, идет бронзер и хайлайтер. Невероятно красивый бронзер. Вот сводчится эта палетка так, что хайлайтер в этой палетке очень красивый, а бронзер очень незаметный. Но когда вы наносите это все дело на лицо, оказывается совершенно по-другому. Оказывается, что хайлайтер на лице совершенно не виден, а вот бронзер это просто что-то потрясное. Он сегодня у меня нанесен, и он, знаете, он создает такой полупрозрачный эффект. Он создает настолько естественную тень. Она и не холодная, она и не теплая. Она просто как будто бы украшает лицо. Очень красивый эффект получается. Очень нежный. С этим бронзером невозможно переборщить. С ним невозможно наставить пятен. Он великолепно тушуется. Эта палетка, ну, пипец какая дорогая, откровенно говоря. Но она того стоит. Она действительно того стоит. Если говорить о ближайшем аналоге этого бронзера, то я могу посоветовать вот такой вот бронзер от Ифраше. My Green Summer он называется. Он дает точно такой же натуральный красивый эффект, но стоит гораздо дешевле. Стоимость у этого средства 1000 рублей. Это летняя лимитка, насколько я понимаю, у Ифраше. Но она еще есть в продаже. Поэтому кто хочет, тот должен поторопиться, пока это средство, в общем-то, не изъяли. Также в этом месяце я очень активно использую консилер от L'Oreal Infoable. Или Infoable. В общем, неважно, вы поняли, о каком консилере идет речь. Вот этот консилер я очень часто в последнее время использую. Я его не использую под глаза, я его не использую на зону высветления, я его не использую как базу под тени. Я его использую чисто для перекрытия недостатков. Точечно я его наношу на какие-то прыщички, на какие-то покраснения. И потом я его там подтушевываю. Он очень плотный и он действительно хорошо все перекрывает. И давайте уже начну, наверное, говорить о разочарованиях. И первое разочарование это вот такая тушь Merci от Vivienne Sabo. Ее очень активно рекламирует, скажем так, Марк Кауфман. Он ее очень любит и именно от него я и услышала про эту тушь. Ее вообще давно не было в магазинах. Наверное, полгода я ее искала. И вот недавно я ее нашла. Ее снова запустили в магазин, схватила и, в общем-то, купила. Я была очень довольна, но эффектом я немного разочарована. Да, она делает ресницы более длинными, но при этом лично мне эта тушь все же склеивает ресницы. Она не делает огромные такие толстые паучьи лапы, но при этом все же она склеивает ресницы. И это безумно неудобно. И вторым разочарованием в этом месяце для меня стал вот такой вот крем для депиляции. Это бренд Vox и я взяла крем для чувствительной кожи. Не знаю, дело в том, что это именно версии для чувствительной кожи или просто все средства от этого бренда такие. Но, откровенно говоря, ни черта не депилируется. Просто ни черта. Да, волосы не удаляются. Я сначала держала, как по технологии, 5 минут этот крем. Потом я держала 7, потом уже чуть ли не 8-9. И все равно волосы ни черта не убираются. В общем, к сожалению, абсолютно бесполезная покупка. Еще одно средство, которое я очень полюбила в последнее время, это вот такая вот масочка от Evelyn. У Evelyn появилась теперь уходовая косметика. И я приобрела несколько средств, но вот эта маска мне больше всего зашла. Это маска ночное увлажнение и регенерация. И посмотрите на нее. Она выглядит как-то сомнительно. Вот откровенно, сомнительно. Стоит она 59 рублей. Она быстро впитывается, в общем, выглядит она не очень, пахнет она не очень. Но, когда я смотрю утромный результат, я не верю своим глазам. Лично мне она успокаивает кожу, лично мне она выравнивает тон кожи. И кожа, знаете, такая, как будто бы отдохнувшая. Как будто бы я не поспала, не знаю, 5-6 часов, как я это делаю обычно. Будто бы я выспалась от души и будто бы у меня прям хорошая такая красивая кожа. В общем, очень классный эффект дает эта маска. Также в последнее время я очень часто пользуюсь вот таким вот блеском от Essence. Это смуфи-глосс с малинкой. Знаете, я бы скорее называла это средство не просто блеском, а блеск-гигиеничка. Он увлажняет губы совсем чуть-чуть и не сильно никаких особых увлажняющих свойств он не несет. Но при этом все же он немножечко увлажняет губы и он придает им блеск и оттенок. У этого геля именно такой розовый оттенок, как мне нравится. Он не поросячий и он не темный. Он, знаете, он такой ягодный. У него приятный запах и выглядит это на губах довольно-таки неплохо. Когда мне не хочется заморачиваться, я часто его наношу и выглядят губы, в общем-то, довольно-таки красиво. Есть только два минуса у этого средства. Не буду вам врать, будто бы оно идеальное. Первый минус это его, собственно, дозатор. Вот эта вот штучка, которой очень неудобно наносить это средство на губы, потому что наносит оно его полосками. Это второй минус. И плюс оно все же, он довольно-таки твердый и неудобный. Теперь давайте я вам покажу еще две палетки для глаз. Первая из них это вот такая палетка от Шарлотты Тилбери Эксейджер Айс. Она называется и это мое разочарование. Я так хотела эту палетку, я так думала, что это будет что-то потрясающее, потому что это Шарлотта Тилбери, потому что у нее всегда отличное качество. Но, к сожалению, эта палетка стала для меня разочарованием. Возможно, здесь просто не мои оттенки. Здесь оттенки полупрозрачные, они не суперпигментированные. И это, с одной стороны, и минус, и плюс. То есть особо яркий макияж с ней вы не сделаете, но при этом вы сделаете что-то полупрозрачное, очень красивое и уходящее в дымку. И это в целом неплохо, но, вероятно, просто на мне эти оттенки как-то не так раскрываются. Лично мне, я считаю, они не очень идут, и, в общем, поэтому, наверное, у меня с ними дружба и не сложилась. И вторая палетка, которую я тоже очень много использовала в сентябре, но которая мне уже понравилась, это Soft Glam от Анастасии Беверли-Хиллз. Это тоже новая палетка в моей коллекции. Она красивая, она удобная и она очень повседневная. Мне понравилась эта палетка за ее качество. Матовые цвета у нее очень шелковистые, они невероятно классно тушуются, не ставят пятен, и они просто, ну, действительно тушуются сами по себе. Вам для этого никаких усилий прикладывать не нужно. Шиммеры тоже очень классные, и только в сравнении с Норвиной я поняла, что такое, знаете, такая оригинальная формула Анастасии Беверли-Хиллз. Потому что здесь совершенно другие шиммеры, они не сыпятся, они не крошатся, вот как печенье такое, которое взяли, вот так вот раскрошили. Это очень мягкие и маслянистые шиммеры. Они передаются на глаза даже кистью, не нужно использовать палец. Они великолепно наносятся кистью, и они очень красивые. Но у этой палетки все же есть два недостаточка. Первый из них это то, что они все же не очень стойкие, и в течение дня они исчезают и теряют свою пигментацию. Я нахожусь на работе примерно 10-11 часов, и когда наступает вечер, у меня эти тени уже не имеют даже половины той пигментированности и красоты, которая была утром. И второй минус, шиммерные тени все-таки летят под глаза, есть какие-то осыпашечки и есть блесточки, которые нужно убирать. Также в последнее время я безумно полюбила делать брови хной. Я постоянно этим сейчас занимаюсь, примерно раз в неделю я делаю окрашивание. У меня это хна Lucas Cosmetics CC Brow. Я не пробовала никакую другую хну, поэтому не буду ничего говорить по поводу того, лучшая эта хна, худшая или еще какая-то. От себя могу лишь сказать, что у меня есть два оттенка, браун и дарк браун, по-моему. И я их обычно смешиваю в пропорциях 50 на 50, или же использую какой-то чисто браун или чисто дарк браун. Выходит красиво, эта хна подкрашивает и волоски, и кожу, что для меня безумно важно, потому что у меня брови проблемные. И волоски на некоторых местах у меня не растут. И, собственно, поэтому я предпочитаю в последнее время использовать хну, сделать брови более яркими, более выразительными. И утром уже не тратить время на использование маркера, карандаша или помадки, а просто зачесать при помощи геля свои бровки и все. В общем, я этим заморачиваюсь чисто потому, что эта хна экономит мне время на утреннем макияже. И напоследок я вам покажу три хайлайтера, к которым у меня в последнее время постоянно тянется рука, и без которых я сейчас не могу, наверное, даже представить свой макияж. Первый хайлайтер, это опять-таки мой давний фаворит, фаворит не только сентября, это хайлайтер от Жоэ в оттенке розовый кварц. Безумно красивый хайлайтер, он украсит любой макияж, он безумно легко наносится, он очень сверкает и очень красиво выглядит. Его также можно наносить не только на зону хайлайтера, я его часто наношу во внутренний уголок глаза и также в виде какого-то такого, знаете, акцентера по центру века. В общем, всегда этот хайлайтер выглядит клёво. Второй хайлайтер я уже показывала тоже на своем канале, это хайлайтер от ELF, я его приобретала на iHerb, и это оттенок Moonlight Pearls. Красивый хайлайтер, он очень бюджетный, он дешево стоит, но при этом он действительно красиво ложится на кожу. И последний хайлайтер, который мне в последнее время тоже очень нравится, это вот такая миниатюрочка хайлайтера от Becca в оттенке Opal. Очень красивый оттенок, он, знаете, он больше похож на оттенок шампанского. Очень красивое, деликатное, невероятное сияние. Единственный минус, который я все же могу озвучить, заключается в том, что, на мой взгляд, все-таки немножечко большеваты блестки у этого хайлайтера, поэтому они подойдут не на каждую девушку. Для тех, кто вообще терпеть не может блестки, для тех этот хайлайтер, скорее всего, не подойдет. Но если вы не сильно пугаетесь таких небольших совсем блесточек, то я думаю, это средство вам понравится. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока!